Брест – первый город, в котором планируется проведение акции «Без этого можно жить». Под этой фразой инициаторы имеют в виду алкоголь, курение и наркотики. Ведь зачастую многие преступления совершаются подростками в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Чтобы нивелировать эту проблему, детям необходимо предложить достойную альтернативу. Мы хотим показать подросткам, что помимо подвалов, чердаков, улицы, со своими негативными моментами – алкоголем, наркотиками, курением – есть и другой образ жизни, который связан с занятием спортом, с нормальным человеческим общением, с активным образом жизни в конце концов. И на эту сторону мы пытаемся перетянуть, привлечь себе всех несовершеннолетних. Несмотря на тот факт, что сегодня на Брещене тенденция совершения преступлений подростковой среде идет на убыль, продолжать профилактическую и предупредительную работу просто необходимо. И не только в среде молодежи, но и среди родителей, в коллективах и на предприятиях. Например, где подросток берет спиртное? Ответ прост – свободная продажа в ларьках. У них не спрашивают ни паспорт, ни другой документ. Правда, сегодня к этим вопросам сами правоохранители относятся более пристально. Я не могу сказать, что это повальное явление, потому что это непосредственно наше направление надзорной деятельности прокурорской. И мы постоянно обращаем внимание на профилактику в том числе и этих явлений. Совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения у нас также имеет тенденцию к снижению. По городу Бреста у нас совершено пять таких преступлений. Вместе с тем у нас привлечено к административной ответственности каждый пятый подросток за распитие спиртных напитков в общественных местах именно житель города Бреста. В целом по Брестской области за 9 месяцев текущего года количество зарегистрированных преступлений, совершенных подростками, составило 236 случаев. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сохранения этой положительной тенденции в рамках акции в городе будет дан старт мероприятиям, посвященным пропаганде здорового образа жизни, формированию нравственных ценностей, а также привлечению детей и молодежи к таким назревшим социальным проблемам, как алкоголизм, наркомания и табакокурение. Ведь без этого можно жить. Продолжение следует...